Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем программу «Технологии для бизнеса». С вами сегодня в студии я, Кирилл Варламов, генеральный директор компании «Намы» и Василий Богданов. Да, здравствуйте, друзья! С удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня с нами в студии Василий Долгов, заместитель начальника управления IT группы «Полюс», также известный как «Полюс Золото». Здравствуйте, коллеги! Привет, Василий! С чего начнем? Василий, ну, основной вопрос такой первый. Расскажите пару слов, чем занимается компания «Полюс Золото». Я думаю, что ноги догадываются интуитивно. Ну, пару слов все равно, чем занимается компания «Полюс Золото» и что делаете вы в компании «Полюс Золото»? Да, как IT, то есть? Компания «Полюс Золото» — это крупнейшая компания России по добыче золота. Золото уже давно не моют, в прямом смысле слова. Там старатели такие на ручье с этими, с лоточками. Мы же не знаем этих, но давайте спросим. Спросите, расскажу. Компания также входит в топ-5 крупнейшей забывающей компании мира по запасам. И, естественно, IT занимает, может быть, и не самую важную часть компании, но достаточно серьезное место, хотя есть определенная специфика, о чем, наверное, дальше повеседуем и расскажут. То есть, это отличается от компании «Полюс Золото». Расскажите, а какая специфика? Какие основные процессы являются критическими и как IT поддерживает эти процессы? Давайте вначале посмотрим, что такое IT для добывающей компании. Да, давайте. Все должны понимать, что в добывающей отрасли IT не играет такой критичной роли, как, допустим, в банковском сервисе или в телекоме. То есть, IT – это не ядро всей системы, не ядро бизнеса. Это вспомогательная функция, такая же, как финансы, такая же, как, допустим, бухгалтерский блок и так далее. В центре всего находится производство и добыча. Соответственно, задача IT – помочь максимальным образом реализовать потенциал компании в части реализации ее основных функций – добычи золота. Ну, то есть, тем не менее, все равно IT же что-то делает, но есть какая-то IT или нет ее совсем? Смотрите, по-настоящему есть несколько концепций того, как можно рассмотреть IT. То есть, одна концепция – если мы берем цели компании, дальше делаем их, раскладываем на какие-то задачи, разносим все это, декомпризируем по подразделениям, которые их выполняем. И здесь мы получаем некую такую матрицу, некое такое дерево. И внутри каждой ветки этого дерева мы можем выделить участки, где IT помогает. Допустим, цель ставится – высокая капитализация компании на первом месте в мире. Вторая цель – повысить добычу золота в 10 раз и так далее. А каждый кусочек – это задача какого-то бизнес-подразделения. Допустим, повышение добычи, извлечение – это задача производственного блока. Соответственно, каким образом мы можем помочь производственному блоку? Василий, ну вот может быть какой-то пример той задачи, где IT помог в реализации бизнеса? А вот он сейчас попытался рассказать. Ну, пожалуйста, давайте посмотрим пример, ну не совсем в лоб IT-шные задачи. Например, задача предоставления отчетности, международной финансовой отчетности компании в срок, в нужном формате, максимально прозрачной. Кстати, очень даже информационная задача, а почему нет? Ну, она и стоит дорого, то есть в смысле хорошая отчетность, она повышает капитализацию. Соответственно, да, она повышает капитализацию, и это один из критичных пунктов для выхода компании в премиальный листинг. Эта задача решается с помощью IT-средств. То есть внедряется специальная система, которая позволяет трансформировать отчетность бухгалтерскую по российским стандартам РСБУ в международную отчетность по стандартам МФСО, например. Естественно, эта задача не может решиться без IT, и IT здесь выступает и как подразделение, которое внедряет некую систему, в том числе не отдельно IT, но и с помощью подрядчиков, и как система, которая обеспечивает, оказывается, саппорт по этой задаче. И где-то уже внизу, совсем на бэкграунде, находятся сервера, какие-то там коммутации и так далее, технические решения. На первом плане, естественно, конечно, выступает софт и сами управленческие организационные решения. Или другая задача, более приближенная, более близко к земле, например, внедрение системы, которая позволяет диспетчеризировать горный транспорт. Есть такой класс систем, который позволяет гигантские машины, которые перевозят руду из карьера на золотовозвлекающую фабрику, их, допустим, порядка 100 на одном месторождении. Построить таким образом, чтобы эти машины двигались оптимально, допустим, загружались у конкретного экскаватора, который сейчас наиболее интересную руду достает, не делали лишних крюков, это задача оптимизации, которая выполняет соответствующее программное испечение, которое получает данные от того, где находится эта машина. Как же датчики везде? Да, естественно, GPS, GLONASS и, соответственно, датчики на износы шин, датчики топлива. Я вот слышал, что буквально чуть ли не давление в шинах меряется и сообщается на систему. Да, естественно, давление шин влияет на их износ. Стоимость шин вот таких машин, она очень высокая. И бензин, и солярка, и безопасность. То есть, простой, таким образом, любой такой машины, на час, на день, он очень дорого стоит. Дорого стоит. И, опять же, благодаря оптимизации можно сократить количество этих автомобилей, которые перевозят руду, тем самым сэкономить деньги компании, тем самым понизить себестоимость. А, кстати, а управление ремонтами? Это отдельная задача. Это медично? Ну, на текущий момент мы находимся в неком поиске, выборе такой системы. Мы прекрасно понимаем, что это очень эффективная задача. Допустим, вот по моей информации, конечно, это наиболее критичная задача для сектора генерации. То есть, это электростанции, тепло, гидро. Там до 50% себестоимости – это износ оборудования и внедрение в систему. У нас просто в одной из программ были ребята из Ленэнерго или из МРСК, и вот они рассказывали, что это сейчас первоочередная задача – внедрить информационную систему, управляющую ремонтами, заменой оборудования. Это прям мега. У нас чуть меньше доли себестоимости, но достаточно существенно. И мы прекрасно представляем себе тот экономический эффект, которого мы достигнем, внедрив в такую систему. А вот скажите, у вас есть уже, например, какие-то периоды, за которые можно оценить, что было до, что стало после? Вот как оценивать эффективность вклада IT? Вот вы вначале немножко поскромничали, сказали, ну, мы там инфраструктурные, обеспечивающиеся, поддерживающиеся. А есть какие-то данные, ну, например, за 5 лет, за 3 года, что вот ввели какую-то систему, и оно позволило что? Ну, конечно. Вопрос, насколько вы ощущаете, насколько роль IT изменяется в вашем бизнесе, когда действительно, взять, например, ситуацию 15 лет назад в поле золота, наверное, была одна роль IT, сейчас, наверное, другая роль IT. Настоящим коллеги, мы очень молодая компания, компания 2004 года в том виде, в котором она сейчас существует. Но, тем не менее, золота добыча существовала там значительно. Вот, и поэтому я могу сравнить, что было до, и что стало сейчас, и поэтому, ну, экономическая эффективность я не имею права озвучивать, но некое портфолио проектов, которые были реализованы, оно существует, и оно показывает, действительно, эффективность принятия тех или иных решений и целесообразность применения информационных технологий. Понимаете, в чем дело? Если начать, допустим, тот момент, когда только компания появилась, то значимость информационных технологий была достаточно на низком уровне, хотя бы из-за того, что бизнес-приложения, которые крутились в компании, их количество было достаточно небольшое, и они были не такими критичными. Сейчас же, допустим, простой какой-либо системы можно уже выразить даже в финансовых показателях. И если это система уровня какая-нибудь управления АСУТП, или вот хотя бы система, которая управляет горным транспортом, то это уже именно ощутимые цифры, и как бы здесь критичность представления этих сервисов, она, соответственно, повышается. И это неудивительно. Василий, а вот смотрите, насколько я понимаю, или могу себе представлять, вы по большому счету даже, ну, как сказать, у вас нет возможности выбирать, внедряем или не внедряем, потому что конкуренты внедряют, потому что система масштабируется. Если вы не внедрите, то другая какая-нибудь компания международная внедрит, снизит издержки, уменьшит себестоимость и выиграет на рынке. Или как? Ну, по-настоящему здесь немного проще. Проще? Все-таки... Это золото. Да, это абсолютно ликвидный продукт. И конкуренция строится не на IT-технологиях, а на параметрах месторождения, их объемов. А у месторождения богаче, другое беднее. Поэтому вот это вносит больше, я думаю, вклад. Но в то же время необходимо понимать, что без информационных технологий ни одна компания, которая представлена в топ-10 мировом, она не может существовать, хотя бы на примере того, что информационные технологии очень плотно применяются на уровне того, когда идет Гринфилдс, когда мы разведываем месторождение, когда мы строим экономическую модель месторождения. Есть специальный класс систем, горно-геологический информационный систем, который полностью обсчитывает вам модель месторождения, начиная от того, в каком порядке вскрывать, какие более экономически эффективно использовать системы именно, допустим, горного транспорта, какие буровые установки, вплоть до таких мелочей. Строятся различные модели, выбираются наиболее оптимально, и это все уже компьютеризировано достаточно давно. Другое дело, что компьютеризация, использование IT-систем уже на более бытовом уровне, уже в обычном бизнес-понимании, оно может отставать, может обгонять, но это уже не настолько критично для бизнеса. То есть, допустим, внедрив в систему документы обороты, мы не получим конкретное преимущество над нашими конкурентами. То есть, речь идет все же в первую очередь об оптимизации затрат на освоение. Ну, текущую операционную деятельность, освоение, да, да. Вы упомянули в самом начале разговора такой нюанс, как капитализация компании. То есть, в принципе, IT-системы, насколько они влияют. Ну, то есть, да, понятно, предоставление финансовой отчетности по международным стандартам, но опять же, если вы говорите, что оптимизация трафика грузовиков, самосвалов, например, задачи по оптимизации освоения Гринфилда. Это же тоже задачи, которые серьезно повышают эффективность компании. По идее, должны влиять на капитализацию. Ну, вы знаете, потенциальные инвесторы, во всяком случае, у нашей компании, насколько я понимаю, это люди въедливые, которые изучают достаточно подробно состояние дела компании, и поэтому влияет, наверное, все. Я не могу вылить какую-то определенную систему, которая бы влияла больше, какая-то меньше. Вы поймите, спор о том, как принимают решения инвесторы, это немного не ко мне. Это я просто пытаюсь ваше ощущение от этого процесса, как человека изнутри, который всем этим управляет, понять. Ну, то есть, вас же все равно что-то спрашивают, вам говорят, вот есть такая задача перед IT, вот вы себе сделаете ее. А вот, Кирилл, а давайте тогда по-другому вопрос поставим. Вот отношения руководителя блока IT с другими подразделениями, они строятся как? Вам говорят, чего надо делать, и вы делаете, и вы генерите какие-то идеи. Ребята, вот мы знаем, что если мы сделаем так-то, то будет то-то там, да? Вот какова здесь роль во взаимодействии между другими подразделениями? Вы исполнитель, вы заказчик, вы бизнес-партнеры, вы внутренние клиенты друг к другу? Вот как? Ну, это интересно, да. Мы находимся в таком процессе взросления с точки зрения IT-зрелости компаний. Допустим, несколько лет назад у нас появился такой коллегиальный орган, как комиссия по информационным технологиям. Что это такое? Это некое совещание, на котором присутствуют директора основных блоков, и в рамках этого совещания рассматриваются те или иные технологии, принимаются решения о внедрении или не внедрении. А председатель совещания кто? Ну, в данном случае один из директоров по организационному развитию… То есть это высокий уровень? Да, это высокий уровень, и решения этой комиссии, они именно высокоуровняют. То есть там, скажем так, на этой комиссии мы не разбираемся о том, какие протоколы где-то используются, но принимается решение о внедрении, допустим, такой-то там системы для бюджетирования, такой-то системы для ассет-менеджмента. Это именно тот уровень. Другое дело, как приходим к этим решениям, то здесь уже некий процесс диалога с каждым бизнес-подразделением. То есть зачастую мы можем найти какую-то идею, прийти к какому-либо бизнес-подразделению, пытаться ее раздекламировать. Если то бизнес-подразделение это понравится, он подхватит эту идею, то он уже ее может с нашей помощью вынести на комиссию по инфраструктурным технологиям, где она будет рассмотрена, и, возможно, будет принято решение о ее внедрении в самые ближайшие сроки. Давайте сейчас немножко подытожим. Мы поговорили о том, как это существует, как ставятся задачи, какая роль IT. Сейчас подошло время рекламной паузы, а после нее мы поговорим уже о будущем. Как оно потом в будущем? Может быть, там полностью все будет роботизировано, и там какие-то будут технологии и линии, которые будут только IT, железки и все. То есть это будет, может быть, сильнее. Роботы-экскаваторы. Ну да, 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 роботы-экскаваторы. Дорогие друзья, рекламная пауза. И снова здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем программу технологии для бизнеса. С вами в студии я, Кирилл Варламов, генеральный директор компании Naumen, и Василий Богданов. Да, здравствуйте, друзья. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Василий Долгов, заместитель начальника управления IT группы «Полюс Золото». И в первой части мы узнали, что это компания, добывающая, одна из крупнейших добывающих компаний. Да, которая золото не моет еще. Да, да, в огромных карьерах самосвалы не возят. И вопрос, Василий, какие есть сложности? То есть компания, наверное, достаточно скрупная, там, структура, наверное, распределенная. То есть, что есть, в принципе, какие есть сложности, проблемы, о чем хочется говорить? По-настоящему у нас те же самые сложности, что и у всех компаний горнодобывающего сектора в России. Достаточно банальная причина всех сложностей. Распределенная структура и присутствие месторождения в местах, которые находятся очень далеко от городской инфраструктуры. Вот вообще какой-либо человеческой инфраструктуры. Ну да, к сожалению, ты не можешь выбрать место, да. Такой открыл, такой открыл, да. В центре Москвы нельзя. Да, в центре Москвы, с уверенем, добывать золото не получается. Вот. В связи с этим возникают проблемы, связанные с отсутствием IT-инфраструктуры. А следовательно, вот с такой распределенной инфраструктурой, где единственным транспортом для передачи информации являются спутниковые каналы. И сразу попадает ограничение, связанное со скоростью прохождения спутникового канала. То есть вы понимаете, что это 600 миллисекунд, чтобы сигнал прошел туда-обратно. Соответственно, это задержки, которые некоторые ПО вообще не допускают. В принципе, что сразу исключает возможность использования единого централизованного некого сервиса для какой-либо той или иной системы. Опять же, скорость каналов, она является одной из полагающих проблем. То есть мы не можем расширить канал запросто до 100 мегабит. Это будет стоить очень-очень долго, да и вряд ли нам кто-то предоставит такой ширинный канал. Может быть, это не нужно тогда? Поэтому, допустим, многие западные системы, которые предлагают нам, они не могут работать в том объеме, в каком подразумевать себя. То есть это единое централизованное хранение всей информации, единая точка входа для всех сотрудников. Мы вынуждены идти по принципу внедрения неких распределенных решений. Причем мы выбрали для себя принцип, и нам его порекомендовала, допустим, такая компания, как Gartner. Принцип Best of Breed. Это что значит? Лучше в своем роде. То есть мы выбираем те системы, которые лучшим образом ложатся на нашу IT-инфраструктуру, лучшим образом закрывают те задачи, которые стоят перед нами. И в дальнейшем, конечно, возникает проблема их интеграции между собой, но это проблема уже немного другого порядка. Это проблема технического уровня, а не организационного. Приходится вот таким образом немного варьировать. Я думаю, это специфика всех добывающих компаний в отрасли. Что в будущем? В будущем, на будущем, естественно, смотрим оптимистично. Мы будем надеяться, что наконец-то над Россией будет большее количество спутников, телекликационных спутников, которые позволят нам покупать незадорого гарантированные каналы связи. И мы наконец-то придем к стандартной западной IT-инфраструктуре, когда у нас есть некая центральная система, внутри которой ведется и бюджетирование, и планирование, и управление производством. И которые все пользуются со всей страны, подключаются в режиме онлайн и получают или вносят эту информацию тут же, когда эта информация возникла. Это будущее. Но не знаю, как быстро мы достигнем. Сами вы все равно находитесь в Москве. Да, мы находимся в Москве. У нас есть как бы два таких основных центра. Более того, сейчас мы централизуем полностью управление всеми информационными технологиями. И наибольшее количество IT-шников, которые мы конструируем в одном месте, это Красноярск. Там у нас несколько подразделений, которые занимаются поддержкой всего IT во всех регионах. То есть это некий был проект. Мы прикинули, какие часовые пояса у нас покрываются, стоимость персонала. И наиболее оптимальное место получилось Красноярск. Ну, там же, наверное, и добывающие мощности. Ну, более-менее. То, что сделано у нас, я был даже очень удивлен, что мы, можно сказать, практически лидируем среди горнодобывающих секторов по тому, насколько ровно у нас внедрены все технологии и насколько они достаточно эффективно используются. Ну, правда, отмечу сразу, мы, Microsoft-ориентированная компания. То есть у нас вовсю, наверное, 90% это технологии Microsoft. То есть это Exchange Server, SharePoint Portal, E-Link и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, все бизнес-решения, которые мы выбираем, стараемся, чтобы они были достаточно хорошо совместимы с технологиями Microsoft. А вот, Василий, скажите, вот вы в самом начале, ну, несколько раз так активно нам сообщили, что, в принципе, в горнодобывающей отрасли IT это такая, ну, вспомогательная, сопроводительная, некая такая обеспечительная история, да, которая, ну, может помочь, улучшить, но прям кардинально не влияет. А вот в связи с этим такой вопрос. А вот, да, и вы сказали, что уже начинаете собираться неким комитетом, где все предприятия, ну, все подразделения друг с другом обсуждают и все такое. Вот вы сейчас в компании, по вашей собственной оценке, вы воспринимаетесь, ну, IT как кто? Как затратчик? Как компания, которая приносит, там, раз в год очередной бюджет, дайте мне, там, 10 миллионов долларов, а финдиректор говорит, вот опять они пришли просить. Или вы, ну, как бы, встроены в систему создания ценностей, все это понимают? Да, то есть, как это воспринимается, то есть, считаются ли стоимостью слов? Потому что то, что вы рассказываете, это же не бесплатно. Или как-то зарабатываете вы на этом, как вы это рассматриваете? Я бы не сказал, что мы перестали быть затратчиками, но понимание того, насколько это важное подразделение, оно появляется хотя бы по уровню того, как растет бюджет, и в зависимости от роста бюджета все больше и больше уделяет нам внимания. То есть, раньше была такая строка, вот там скрепки закупить, потом, значит, найти, да? Да, в самом начале компании, теперь это уже отдельный инвесткомитет, где обсуждается достаточно плотно все технологии применения. Не, ну, хорошо, по крайней мере, начинают спрашивать, а что вы делаете, на что вы тратите деньги? Ну, кстати, да, если возникает вопрос, что вы деньги тратите, сразу же возникает вопрос, а что вы привносите, а для вас с вашим подходом это хороший вопрос, вам есть что ответить. Мы даже не можем потратить деньги, пока мы не объясним, что это принесет. То есть, любой инвестиционный проект у нас поразумевает обоснование этих затрат, иначе денег нам не выделят. Хорошо. А такой вопрос, а сколько вообще человек работает у вас в IT? У нас очень компактный IT, скажем так, IT по группе, на текущий момент порядка 80 человек, в то же время… Ну, это не очень много. Это не много, учитывая, что, допустим, в компании, если брать всех работающих компаний, это больше 20 тысяч. А вы аутсорсите какие-то процессы, или как вообще? Или просто вас хватает, и все? Нет, мы, естественно, внедрение мы аутсорсим, весь телеком мы практически аутсорсим, то есть, у нас нет там своих, скажем так, мы не покупаем от 10 разных провайдеров кучу каналов, и нет у нас такого центра, где сидят люди, и их там между собой связаны. Нет, мы берем практически 90% от одного провайдера, и уже он занимается, представленный нам сервис, мы просто ему звоним по случаю каких-либо проблем, ну, или когда получаем от него какие-либо тикеты, или же сами получаем систему мониторинга, какие-то тикеты, и вдруг видим, что он про них нам ничего не сказал. А вот вы упомянули тикеты, а вот эти услуги, у вас же есть как бы внутренние услуги, они как-то преобразуются во внешние услуги операторов связи, то есть, это вот все как-то связано какими-то тикетами, то есть, вы передаете тикет оператору, я не знаю. Вы знаете, вы, наверное, будете немного удивлены, но у нас еще нет SLF от бизнеса. У нас есть некий формальный SLF на уровне того, что каждые полгода происходит опрос, пользователи IT-систем, об их удовлетворенности вообще работы IT-разделения. В то же время жестких SLF по тому, с какой скоростью должна работать система, какой максимальный на период отсутствия доступа, допустим, к электронной почте, у нас они еще не сформулируют. Мы помните, визитом SLF это что такое? Service level agreement – это параметры, которые описывают некий IT-сервис с точки зрения его доступности, комфортности работы с ним. Ну, туда можно много чего засунуть. Ну, говорят, что, например, там должен быть 24 на 7 доступен, и там время восстановления 5 минут. Ну, это хорошо, когда есть там вот связь от пользователей, но есть же сервисы, которые обеспечивают, например, навигацию самосвалов. По ним, ну, они же наверняка SLF есть, они требуются какими-то технологическими процессами. Естественно, там есть определенные SLF, но они не такого глобального уровня. Еще раз скажу, мы только в начале пути с точки зрения IT. Мы только начинаем внедрять сервисную модель. У нас все хорошо на уровне технологий, но пока мы только начинаем уровень организации IT как такой единой структуры, с едиными правилами и с неким фидбэком от бизнеса. Мы только в начале этого пути, опять же, мы только сейчас создали единое некое подразделение IT, которое оказывает саппорт по всем точкам, и уже идет речь об единых системах, там, бухгалтерского учета, расчета зарплаты, и оттуда уже возникают некие требования. То есть сейчас вот мы уже с нашими бизнесами, с нашими юридическими лицами заключаем определенные договора, там, где нет IT-шников, и уже от них мы получаем некий фидбэк на уровень того, что они уже просят описать более подробно. А что они получат за те деньги, которые они будут платить головную компанию? То есть фактически возникает такой внутренний инсорсинг, то, что называется. То есть уже вы становитесь внешним неким подразделением, и фактически все равно должны в каком-то виде описать услугу, которую вы оказываете. Ну, соответственно, сейчас мы пытаемся это описать, но пока единого стандарта, естественно, нет. Это будущее. Раз мы говорим о будущем. Да, вот про будущее мы там кратко упоминали, вот какое-то фантастическое будущее, но все равно какие-то есть тенденции наверняка в добывающей отрасли. То есть куда это все идет? Можете тоже пару слов сказать? Вы знаете, ну, тенденции достаточно банальны. То есть это все-таки автоматизация всего, что только возможно. Опять же, если посмотреть на пирамиду производственных предприятий, то есть на верхнем уровне это некие BI-системы, которые предоставляют информацию топ-менеджменту. Чуть ниже уровень это системы, с которыми… Аналитические, да, BI? Да, да, это аналитические системы. Чуть ниже уровень это системы, ну, уровня ERP, с которыми работает основная масса офисных сотрудников, через которые передается информация в системе BI. Еще ниже находится некий МЕС-система, который получает от самого нижнего уровня системы ОСУТП информацию, каким-то образом ее преобразуют, обрабатывают и передают уже в системы верхнего уровня ERP. Соответственно, тенденция в производственных компаниях достаточно такая, что каждый из этих уровней потихонечку заполняется. То есть в каких-то компаниях все хорошо со СУТП, но нет ничего на верхнем уровне. В каких-то, наоборот, есть какой-то средний уровень. И вот на текущий момент идет выстраивание вот этой пирамиды так, как она должна в идеологии. И во многом это идет успех, потому что появляются технологии, и стоимость технологии снижает существенно. Опять же, раньше стоимость серверов была такая, а сейчас это, можно сказать, расходный материал в сравнении с стоимостью ПО и стоимостью оплаты труда сотрудников. Опять же, тенденции идут к такими, что применяются те решения, которые не требуют большого количества людей. Чем меньше мы тратим на зарплату сотрудников, тем более эффективно мы работаем. И тем меньше у нас ошибок, связанных с человеческим трудом. Опять же, идет в направлении именно к таким системам. — Ты сам-то согласен с такой оценкой? — Ну да, в общем, все верно. То есть, интересно, когда это будет как в фантастических фильмах про Луну, когда ездят автоматические грузовики с автоматической навигацией. — Теоретически это уже все возможно. — Ну, вообще-то, вот так это и выглядит. То есть, у нас у сотрудника, водителя, некий бортовой компьютер, на котором ему выдаются задания, куда ему ехать, некая ответная реакция от него получается, и диспетчер следит, едет ли он туда или не туда. — То есть, когда GPS? — То есть, за него решают, куда ехать уже программы, даже не диспетчер. — Может определять местоположение каждой точки грузовика с точностью до нескольких сантиметров. В принципе, люди становятся ненужными. Все, уже дальше он автоматический. — Ну, да, но тут все равно, конечно, еще повышенный уровень опасности. Вот грузовики большие, можно кого-нибудь задавить, грубо говоря. Хотя, может, если вообще всех убрать, так наоборот. — Ну да. — Василий, ну и что вы можете пожелать в окончании телезрителям? — Телезрителям финансового благополучия, здоровья, родных и близких, и своего, конечно. Успехов! — Спасибо! — Спасибо огромное! На этом программа заканчивается. В гостях у нас был Василий Долгов. Программу вели Василий Богданов и Кирилл Варламов. — До свидания! — Спасибо, всего доброго! — Редактор субтитров М.Лосева — Сбезы. — Сбезы. — Сбезы. Корректор — КириллV — Сбезы.